Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема – сетки. Какие и зачем они нужны? А вот зачем? Ну, во-первых, для того, чтобы вьющееся растение расположить на какой-то перголе, очень трудно заставить растение цепляться. Но нет у него столько цепляшек, понимаете? Для того, чтобы облегчить ему задачу, надо взять сетку. Ведь сетки есть не только от птиц, к которым вы привыкли. Или сетка для гороха, или сетка для вьюнов, или сетка для клематисов. Их на самом деле, правда, много, они все разного качества. Есть такие очень жесткие, как вот эта вот сетка от птиц. Это все разворачивается, накрывается ягода, например, да, либо это куст ягоды, как, например, ирга, как, например, вишня. Птицы с удовольствием уничтожают все, что видят их глазки. Они очень любят это делать. И еще хочу сказать, не только от созревших ягод надо укрывать свои растения. Когда наступает весна, и очень мало еды было зимой, и мы никаких кормушек на даче не повесили, наши птицы голодные. До такой степени, что они начинают выклевывать плодовые почки, цветочные почки. Они выклевывают тюльпаны, крокусы, все подряд, что только взошло и готово выпустить цветонос. А вот и не получите цветонос, потому что они хотят есть. Укрыть можно, ну, насыпьте им корма. Но и укройте, пожалуйста, площадь там с вашими тюльпанами, какую-то красивую композицию. Укройте сетками. Они разных размеров и совершенно разного качества. Если вот такие сетки предназначены, посмотрите, для клематисов, то есть у них достаточно большая ячейка у таких сеток. А вот есть сетки такого плана от птиц, которые предназначены именно для укрытия. Можно и на земле, можно и какой-то куст, который готовится распустить почки. Можно укрыть все. А еще хочу сказать, что такие сетки очень хороши даже такого качества. Есть мягкие зеленые, мягкие. Они вроде как не очень спасают ягоду, там, землянику нашу. Но зато они хороши для того, чтобы в марте месяце поехать на дачу. Укрыть не только ваши плодовые. Нет, а укрыть, например, хвойники, которые слишком страдают от первых очень ярких солнечных лучей и начинают обгорать. Вот есть обгораемые хвойники, а есть необгораемые. Но покупая растения, мы, знаете, мало себе греем голову, что, ой, она же у меня потом от солнца вся рыжая будет. Поэтому, если вы не знаете, что вы купили, но у вас есть туя, у вас есть там какая-то елочка, не знаю, чудесница, красавица, либо это можжевельники, ведь тоже очень красивое растение, так вы укройте такой сеткой. И знаете, как она поможет? Да все очень просто. Она будет отражать солнечные лучи. Она сейчас вот блестит, отражая фонарик, который на камере находится. Причем там фонарик-то, я вам скажу, ого, какой яркий. Это тоже спасет ваше растение. Поэтому, покупая такие сетки, вы должны понимать, что вы это берете не только для того, чтобы ягодку укрыть, а для того, чтобы кого-то спасти. И это нормально. Причем весеннее солнце, оно настолько жгучее, что даже открыв розы, уже открыв, вы начинаете понимать, что, ой, господи, температура 26 градусов, вчера была еще там около 10 плюс, и солнышко было через тучки, но сегодня это будет ужасно. Так поезжайте на дачу, ну, закройте вы такой сеткой, и ваша ягода уже не сгорит. Это очень и очень важно. Можно использовать не только такие сетки, а можно использовать сетки для овощей. Есть зеленого, красного, синего цвета, да без разницы. Вы просто разрезаете сетку, она такая, вы края разрезаете, получается такой широкий бинт из сетки. Ну, так обмотайте свои хвойники, это тоже спасет, понимаете? Ну, жалко, когда растение росло 5 лет, и вдруг сгорело на солнце. Да идти же, пассатижи. Вот правда, я вам показываю, да, что опять слышу реклама. Да не реклама это, я не говорю ни цену, никто производитель. Я хочу вам помочь для того, чтобы ваши сады и ваши дачи были великолепными. Это ведь 15 минут делов-то. Ну, потратьте вы время. А уж если птички склюют ваши почки, ну, это будет очень печально. Цветения вы не увидите и плодов не увидите. Ну, на этом я закончу. Всего вам доброго и до свидания. Я надеюсь, вы принимаете добрые советы.